В Самаре опубликовали результаты очередного мониторинга минимальных цен на продукты первой необходимости в сетевых и несетевых торговых точках, а также на ярмарках. Например, десяток яиц дешевле всего можно купить в сетевых магазинах в Железнодорожном и Советском районе, свинину на ярмарке на пересечении Киевской и Тухачевского. Зимний рацион питания, подстилки из соломы и личные обогреватели. Холод и метель – не помеха для обитателей Самарского зоопарка. Как переносят морозы любимцы посетителей – медведь-умка, лев-алтай и другие животные – расскажем в ближайших выпусках программы события на телеканале «Самара ГИС». Сергей Турзанов стал генеральным директором пляжных крыльев Советов. Как уточнили в пресс-службе, футболист будет совмещать свою деятельность с выступлением на песке. Также в состав руководства вошли Александр Быковский и Дмитрий Хохлов. В Самарской области продолжают устранять последствия сильной метели. Как отметили в Минтрансе, ночью расчистили и открыли для движения 15 ранее закрытых автомобильных дорог регионального значения. Еще на 22 закрытых дорогах в районах ведутся работы по уборке снега. На региональных автодорогах работает более 260 единиц снегоуборочной техники, в том числе 97 единиц в Самаре. В сельских поселениях и малых городах на базах школ открываются центры образования «Точка роста» и «Кванториум». Эти кабинеты оснащены самым современным оборудованием, которое доступно детям для опытов и экспериментов. Таким образом, возможности для научно-технического творчества открываются для всех ребят, независимо от места их проживания. В Самарской области таких центров 261, из них 47 открылись в прошлом году. 89% опрошенных автовладельцев заявили о росте цен на ремонт автомобилей в 2023 году. Чаще всего автомобилисты сталкивались с неисправностями подвески и колес. Многие решали проблемы с кузовом и лакокрасочным покрытием. Также возникали поломки двигателя и выхлопной системы. Дефицит железа в организме вызывает анемию. В этом состоянии человек испытывает постоянную слабость и упадок сил. Остановить анемию может только прием специальных препаратов, содержащих железо. Они могут быть в виде таблеток и капельниц. Также поддержать нормальный уровень железа в крови помогает правильное питание. Врачи советуют включить в рацион печень, говядину, гречку, перепелиные яйца и рыбу. Продолжение следует...